Всем привет! В этом видео вы увидите интересную самоделку, которую можно сделать из ненужного кнопочного телефона. Вынимаем батарею и разбираем телефон. Теперь контактом любой из кнопок нужно припаять два куска тонкого провода. Все, теперь телефон можно собирать обратно, но только так, чтобы провода выходили наружу. Вставляем сим-карту, затем батарею и закрываем крышку. Теперь проверим, все ли работает. Замыкая провода, видим, что срабатывает кнопка 5. Теперь на нее нужно поставить номер для быстрого набора. Далее к телефону при помощи двухстороннего скотча нужно приклеить клеммную колодку. Откусываем лишнее и подключаем провода к колодке. Все, с телефоном больше делать ничего не нужно. Далее понадобится какой-нибудь кусок пластика. Я взял старую карточку, в которой уже закончился срок годности. И теперь в ней нужно просверлить 8 отверстий сверлом на 3, как показано на экране. Кстати, кто там в комментариях спрашивал о шуруповерте, это 330 Макита. И найти такой можно с помощью всем известного Е-каталога. Я делаю это так, нажимаю на нужную мне категорию, то есть инструменты. Затем жму на вкладку дрели и шуруповерты. Выбираю нужный мне бренд. После этого настраиваю параметры, которые меня интересуют. И жму кнопку подобрать. И вот открылись все похожие инструменты по заданным мною параметрам. Выбираю подходящий мне товар и обязательно смотрю отзывы. Судя по отзывам, инструмент отличный. Теперь жму кнопку где купить и выбираю магазин с подходящей мне ценой. Как видите, товар можно найти по очень низкой цене и сэкономить деньги. Кому интересно, ссылку на Е-каталог оставлю в описании. Ну и вот так вот все получилось. Теперь на карточку нужно намотать проволоку, продевая ее в отверстие. Намотал один ряд, припаиваем к нему кусок проволоки и таким же самым способом мотаем второй. Закончив мотать второй ряд, так же все припаиваем. Вот так вот все должно получиться. Первый и второй ряд между собой соединен. Теперь мотаем третий и четвертый ряд, которые также между собой должны быть соединены, но не соединять их с первым и вторым. Далее нужно взять кусок провода и припаять одну жилу к первому и второму ряду, а вторую к третьему и четвертому. Чтобы провод не оторвался, зафиксируем его на термоклей. Теперь второй конец провода можно подключить к клеммной колодке. Ну все, самоделка завершена, теперь переходим к ее испытанию. С помощью этого устройства можно защитить дом или дачу от потопа. Нужно просто положить эту карточку в то место, где возможная утечка воды. Это может быть насосная станция или отопительный котел. Если на карточку попадает вода, она замыкает контакты кнопки, на которым установлены быстрый набор. И телефон сразу звонит на заданный вами номер. Как видите, данная самоделка работает. Кому такое видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать колокольчик. Всем спасибо за просмотр и всем пока!